Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Dayton Show на YouTube. Это новая программа Dayton Food, в которой я рассказываю свои мнения о футболе и новости, самые интересные перипетии в этом виде спорта. Не зря сегодня я в футболке Мадридского Реала, но об этом потом. Сейчас заставочка. Ну и новость номер один связана с бразильцем Диего, выступающим за Вольбург. Сам бразилец изъявил желание покинуть клуб и перейти в более именитый. Но говорит о том, что нет у него точно контрактов, которые лежат прямо на столе. Сам Диего говорит о том, что до конца трансферов еще осталось достаточно времени, и может он еще сменить прописку. Помню, как он перешел с Вердера в Ювентус, не заиграл, но надеюсь, что карьера Диего пойдет только выше в Вольфбурге или нет. Посмотрим дальше. Лукас Моура, полузащитник ПСЖ, поделился своим мнением о предстоящем сезоне. Сам бразилец говорит о том, что команда собрана фантастично, и они настроены только на лучшее. Включая то, что ПСЖ чемпион Франции. Сам Лукас говорит о том, что ПСЖ достигнет и этой цели. Ну и будет бороться за Еврокубки. Посмотрим. ПСЖ очень интересная команда. Ну и Монако подключается, и денежный Манчестер Сити. Посмотрим, нас ждет очень интересный сезон. Благодаря переходу Марио Гомеса в Фиорентину, Фиорентина сама же увеличила продажи сезонных абонементов в два раза. Сейчас количество их же абонементов составляет около 19,5 тысяч, но все равно первенство удерживает уверенно Ювентус. 28 тысяч. И снова информация из Италии. Масимельо Арлегрии. Тренер Милана заявил о том, что вы недооцениваете Болотелли, потому что ему только 23 года. Масиму заявил, что Болотелли вполне может стать лидером команды и привести ее к новым совершениям. Я в это не верю. И вот именно на этом месте стоя, я вангую и даю такое предположение, что Милан вообще опустится. Болотелли может быть каким-то атакующим игроком, ярким игроком, но именно лидером команды, который потащит ее за собой, я думаю, что он не станет. В понедельник полузащитник Атлетико Минейро Бернард прилетел в Лондон, а потом отправился на шикарном самолете, на личном самолете в Донецк в окружении своих друзей. Ожидается, что сегодня в четверг Бернард обговорит свой личный контракт с Шахтером и Донецкая команда будет пытаться переманить этого молодого бразильца из Арсенала, из рук Арсена Венгера. Ну посмотрим, чем же закончится эта эпопея с Бернардом, потому что я уже около двух недель читаю эти новости, куда же он перейдет, но ожидается, что этот трансфер будет около 25 миллионов евро. Ну посмотрим. Много полузащитников у Баварии. Так теперь еще и Тягалькартару купили до пары. Ну не знаю. И в связи с этим новость, выплывающая из этой новости, Луис Густаво может покинуть Баварию. Вольсбург предлагает Баварии 20 миллионов евро. И даже готов поднять зарплату бразильцу. Ну посмотрим. Тоже интересно. Думаю, что Бавария пристанет на предложение Вольсбурга, потому что это предложение является самым большим по Луису Густаво. Тем более, что зарплата у него станет больше. И я думаю, что в этом сезоне, если Луис Густаво будет играть в Баварии, то он в основе явно играть не будет, потому что там игроков хватает на его позицию. Так что будем смотреть. Ну и следующая новость из самого престижного европейского турнира. Харьковский металлист провел свой второй матч в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов и прошел в стадию плей-офф. Помним, что в Греции с Пауком при пустых трибунах сыграл металлист 2-0 благодаря дублю Марко Девича с пенальти и благодаря фантастической контратаке металлиста и воспользовавшись ошибкой Хакобо забил Марко Девич. В матче же Харьковском забивал Себастьян Бланко и Томаш Нецет. Вы сейчас можете наблюдать голы на своих экранах. Фантастический был матч. Металлист показал, что не только вот такой атакующий футбол может демонстрировать команда Мирона Маркевича, но и футбол, который нужен для добычи результата. Поздравляем Харьковский металлист и ждем жеребёки, которая состоится 9-го числа. Совсем недавно, сидя в Твиттере, я прочитал новость из официальной странички Донецкого Шахтёра о том, что Донецкий Шахтёр сделал официальное предложение киевскому Динамо по Евгению Хачириди. Евгений в последнее время очень впечатляет своей игрой, действительно очень хороший и качественный защитник, и Шахтёр сделает предложение Динамо в размере 12 миллионов евро. Но Игорь Суркис быстро прокомментировал эту новость, говорят о том, что Хачириди никуда не продаётся, сам Евгений просил продать его в какой-то престижный западноевропейский клуб, а Шахтёр таким не является, сказал Суркис в каком-то издании, не помню. Вот такие вот дела. Ну не знаю, может быть Евгений сам хочет перейти, а Динамо ему не даёт, но думаю, что эта история явно ещё не закончилась. Теги Шерингем, бывший форвард Тоттенхема, вступился за желание Гаррета Бейла покинуть Тоттенхем. Сам Теги Шерингем отмечал то, что нельзя обвинять Гаррета Бейла в желании играть в, наверное, лучшем клубе мира, как сказал Теги. Сам Теги поиграл в Тоттенхеме, забил он там около 90 голов в 230, по-моему, матчах. Ну вот так вот, уже есть как бы футболисты, которые вступаются за Гаррета Бейла. Ну посмотрим. Очень-очень заколебало это ППС. Переходом Бейла прошлым летом было, этим летом было. Когда уже это закончится? Надеюсь, что этим летом что-то уже прояснится. Ну посмотрим. Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Марк Боснич прокомментировал интерес Челси и других клубов к Уэйн Руни, который горит просто желанием покинуть Манчестер Юнайтед. Сам Боснич отмечает то, что для Манчестер Юнайтед и Дэвида Моэса это будет просто самоубийство. Он говорит, что если продадут Руни, то команда вообще развалится, команда будет никакая. То есть никакого ни духа, ничего не останется. Ну посмотрим, потому что Уэйн Руни пока никуда не перешел. И этот дух пока что, наверное, есть. Если он, конечно, есть. Ну посмотрим. Тоже вот интересный трансфер. И Жозе Маурини звал, и Венгер звал. Ну посмотрим, кто еще позовет Уэйн Руни. Ну и сегодня будет такая рубрика в Dayton Food. Рубрика называется «Команда». Поговорим мы сегодня о Мадридском Реале и о его трансферах, о его перспективах на сезон. Первое. Трансферы. Трансферы меня очень удивили. Вообще просто убили у меня Мадрид своими трансферами. Илья Роменди, Иско, Карвахаль. Кого вы берете? Вам нужен нападающий, как я думаю. Полузащитников там просто немерено. Кроме основных, миллион в запасе, миллион в дубле. И вы еще берете, к тому же Илья Роменди, по-моему, за 37 миллионов Иско. Я не преуменьшаю заслуг этих футболистов. Они очень хороши. Ну пусть себе играют. И начните продавать там кого-то. Ну просто скопили вот этих футболистов. Тоже клубам не хватает денег. А Реал показывает, что можно тратить налево и направо. Вот это, мне кажется, вообще неправильно. И просто расточительно со стороны клуба Карла Анчелотти. Насчет второго. Что же, какие перспективы ждут Карла Анчелотти на позиции главного тренера? Тренер он неплохой. С ПСЖ он добивался успеха. Ну там были деньги. Тут тоже есть деньги. Тут, в принципе, есть команда, которая была у Мауриньо. И сказать то, что Анчелотти плохой тренер нельзя. Хороший тренер, думаю, что у него получится. Именно его тренерская игра должна пройти. А там, как команда играет, как повезет. Ну и к этому прошел только что финал International Champions Cup, как-то он так называется. И команда Мауриньо, теперешняя команда Мауриньо, команда Романа Абруновича, Челси, проиграла со счетом 1-3 Мадридскому Реалу. Два гола забил Роналду. Два фантастических гола забил Криштиану Роналду. Это просто фантастика какая-то. Я не понимаю, как упустили этого игрока. Фантастичный удар со штрафного. Фантастичная подача, кстати, от Иско ему на голову. И как ворвался, никто не держал. Там просто... Ну, Челси сейчас пока что не вижу игры. А вот в реале, мне кажется, я согласен, наверное, команда Мауриньо и эта команда сейчас играет. Насчет Челси. Челси было развалено. И мне кажется, что сейчас Мауриньо как раз лепит эту команду и делает из нее что-то такое более-менее внятное. Ну, а насчет Челси. У Челси забил Рамирес. Неплохо-то, кстати, забил. Ну, все равно, я думаю, что Челси в этом матче все-таки сыграло хуже. И защита, и вообще вся команда выглядела неважно. Ну, а первый гол в матче забил бразилец-защитник Марселло. Тоже фантастический проход. Удар. Ну, и Чех не спас. Ну, неплохой турнир. Команды показали себя во всей красе. Но думаю, что это будет немножко маловато. И команды еще прибавят. Потому что вот скоро-скоро чемпионаты начнутся. Ну, команды прибавляют потихоньку. И ждем-ждем хорошей игры от Мауриньо. Потому что команды у него пока нет. Уже пора прощаться. Уже рассказал все новости. И что хочу сказать. У нас будет такая традиция. По окончанию каждого Dayton Food будет в конце рубрика «Минутка». Это либо «Минутка красоты», там, где девушки красивые, связанные с футболом. Либо же «Минутка позитива», либо же «Минутка чего-то-то еще». Ну, короче, рубрика «Минутка». Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Проявляйте активность внизу. И не забывайте, что футбол спасет мир. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok